Стоит ли сейчас хранить деньги в долларах, в евро или в золоте, или лучше все-таки вкладываться в недвижимость? Отличный вопрос. А можно я, поскольку вопросов очень много, на них надо ответить целиком, я целиком и отвечу. Значит, недвижимость это вообще не средство инвестирования, в принципе. Это сказ. Вот так, друзья, если вдруг вы этого не знали, вы только что это услышали от Андрея Мовченко. Недвижимость это место, в котором живут или работают, в него не инвестируют. Инвестиции в недвижимость, инвестиции прямые, профессиональные, когда вы являетесь компанией, которая занимается управлением недвижимостью, в частности, или строитель, или компания, которая эксплуатирует, использует эту недвижимость, или вы покупаете ее для того, чтобы в ней жить. Инвестиции в недвижимость на длительном горизонте времени приносят меньше, чем облигации. Стоимость недвижимости очень волатильна, это волатильный товар. Недвижимость очень неликвидна. Вы можете купить хороший объект, он может даже как бы вырасти в цене, но потом вы много лет будете его продавать. Недвижимость имеет на себе неприятные дополнительные статьи расходов, типа налогов на недвижимость и на эксплуатационных расходов.